Чиновники-вымогатели оказались на скамье подсудимых. Согласно материалам дела, в 2014-2015 годах глава отдела по развитию предпринимательства Канавинского района со своими подчиненными обложил данью местных предпринимателей. Ими была создана некая ассоциация, куда ежемесячно предприниматели были обязаны перечислять деньги. Тех, кто платить отказывался, что называется, кошмарили проверками. В конце концов, некоторые предприниматели не выдержали того, что отдел по развитию предпринимательства вместо этого самого развития обложил их оброком и обратились в полицию. Где-то года, наверное, полтора. Сколько платили в месяц? Пять тысяч. Восемь тысяч. Три-четыре месяца платили, потом думали, что это неправильно, отказалась. Ну, стали уже угрожены. Закроем, увезем. Замучили. Много, они проверяли документы как будто. Они обещали юридическую поддержку в решении вопросов налоговой, в административных инстанциях. Потом, когда я обратилась со своей конкретной проблемой, к ним, написала письменное заявление, решено, ничего не было. И, в принципе, я поняла, что они ничего не решают, а просто собирают деньги. Отдельно тоже они просили за помощь официальной законной получения территории под летний кафе. Отняли мне 150 тысяч. Я его заплатил, и деньги пропали у меня, и место пропало. И документы мне не видели, и кафе все сломали. Это неправильно, это отман. Тем более сотрудник административных, надо быть честным правящим, не таким, как поступали с нами. Сверху признаете? Что это были за поборы с предпринимателем? Можете пояснить? Денегу предпринимателю никто не вымогал. Предприниматели всего лишь на все обращались к заказаниям посильной помощи на проведение мероприятий, связанных с проведением новогодних подарков, связанных с проведением иных мероприятий, в том числе и 70-летие Победы. Взносы были исключительно добровольного характера, и предприниматели об этом были оповещены. Прямых угроз и каких-либо угроз не было. Как я, ни Мятишев, ни Малого, денежных средств предпринимателям не вымогали. Одного главу района судили, другого, третьего, четвертого, и вот дошла, видать, очередь и до нас. Если вы, насколько помните, да, мы активно занимались демонтажом торговых объектов, то есть все наши действия, они были не нами инициированы, а постановлением главы города, на тот момент Грашов Александрович. И это мы делали не самостоятельно и не под своей личной инициативой. Это мы делали в рамках постановления, как муниципальный служащий, я обязан был это делать. Кстати, за вымогательство чиновникам грозит до семи лет лишения свободы.